Итоги выходящего года подвели сельсоветы. 5 из 20 муниципальных образований сегодня получили награды специального проекта высшего совета при губернаторе «Лучшие муниципальные практики в Ненинском округе» по итогам 2015 года. Так выяснилось, что самый спортивный сельсовет – это Коткинский, а самый культурный – Великовисочный. За особые достижения в области предпринимательства, занятости населения и сельского хозяйства специальный приз получил Канинский сельсовет. В этом году нам удалось запустить новый убойный цех. Это позволяет выпускать продукцию более высокого качества. В цехе занято 10 человек. Надо отметить, что все работники официально трудоустроены на период забойной кампании. Одна из задач, поставленных губернатором на итоговом высшем совете в 2014 году – это развитие малого бизнеса на территориях муниципальных образований. При поддержке окружных исполнительных и законодателей властей в Канинском сельсовете с начала 2015 года зарегистрировано 5 индивидуальных предпринимателей. Среди них 2 крестьянско-фермерских хозяйства. По мнению жюри специального проекта высшего совета при губернаторе, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера лучше всех сохранен в Малоземельском сельсовете. Муниципалитет образован сравнительно недавно, в 95-м, и сегодня среди всего населения 92% – это коренные ненцы. Родной язык в школах Нельминоноса дети изучают с первого класса. Между тем, на высшем совете отдельно наградили и глав муниципальных образований. Специальный диплом вручили самому инициативному руководителю сельского совета в 2015 году. В данной номинации были отмечены главы Приморско-Куйского, Хоседа-Харцкого, Тельвисочного, Пёшского, Хариверского, Канинского сельсоветов. Ну а дипломантом признана глава Ангикского сельсовета Абакумова Валентина Фёдоровна. В выходящем году это заключающее заседание высшего совета при губернаторе Нельминского округа. В следующий раз главы муниципальных образований в столице региона соберутся уже в 2016-м. Субтитры создавал DimaTorzok